добрый день друзья я в литве занимаюсь мебелью уже пятый год идет делаю кухни и шкафы комоды в принципе любую корпусную мебель и вот сейчас только я решил себя прорекламировать было у меня еще несколько роликов после моих работ после монтажей а сейчас я решил вам показать где у меня находятся образцы это по невеже все автомобильный рынок машина тургус и там у меня есть павильон где по выходным он открыт и туда можно прийти и посмотреть то что у меня есть а есть у меня вот такие кухни их осталось три было четыре недавно этот образец купили 4 вот на этом месяце он был сейчас здесь пока пусто планирую поставить сюда шкаф купе и в данный момент имею три образца принято что у мебельщиков вся работа собирается где-то в гаражах на коленях у меня эта ситуация уже давно поменялось и последние года три у мои партнеры имеют современные станки недавно от купили еще один новый станок очень дорогой месяца три назад его установили он удачно работает все делает качественно и быстро что значительно влияет на срок изготовления сейчас я могу готовить кухню от сроком от двух недель до месяца срок еще зависит от того какой материал потому что иногда нужно ждать материал на заказ сейчас вам расскажу об этих трех вариантах которые у меня остались они отличаются начнем с этого с первого белый он имеет крашеные фасады в белый цвет без ручек ручки имеют фрезеровку на фасадах красить можно под любой цвет выбор цветов очень большой можно подобрать по тону можно делать глянец и также можно делать матовые фасады фасады без ручек здесь сделана фрезеровка это такой классический вариант который я думаю будет актуален всегда и везде во все времена есть небольшой может быть минус что здесь со временем сбивается грязь и периодически нужно убирать но любую вещь которая должна оставаться красивой и иметь опрятный вид ее надо времени от времени приводить порядок уделять на нее время протирать вытирать тем более глянец многие боятся глянец близги потому что он оставляет отпечатки но вот здесь может быть до отпечатки быть от пальцев а может и не быть но дело в том что как это все убирается простой любой влажной салфеткой даже сухой и вытирается это очень быстро без всяких даже использования каких-то моющих средств а если еще и добавите типа фэр что-то но очень влажная тряпочка то это убирается и вдвойне быстрее и легче вот мы видим что этот образец стоит именно в таком торговом месте где люди приходят покупатель трогают но данный момент я ничего не убирал не готовил и как мы видим что нет уж таких каких-то явных следов от палец от рук это варианты открывания наверху степона все с доводчиком а внизу есть место прорезь на горизонте нижнем для пальцев для того чтобы открыть фасад все закрывается уже с интеграцией то есть с амортизации само это дело доводится четыре года назад многие в литве боялись ну может быть не боялись но не знали что такое хэшп синели то есть хэшп панель и уложили плитку кафель так называемым фартуки между низом и верхом а сейчас уже девяносто пять процентов клиентов все используют именно этот фартук он идет в основном под цвет столешницы от столешницы он отличается только толщиной столешница 38 миллиметров хэшп панель она идет 8 9 10 миллиметров все зависит от производителя также на всех уже вариантах на всех кухнях уже ставлю лет подсветку даже если клиент об этом не знает или не просит я сам ставлю потому что это приятно это красиво эстетично его можно использовать даже в светлое время суток лишнего света никогда не бывает тут уже такая полочка сделано кому-то это нравится кому-то нет поэтому это и называется образец то есть это один из вариантов один из тысячи вариантов которые можно использовать взять на вооружение если кому-то понравится то сделать себе такой же подобный есть цена этот комплект имеет длину 24 метра если заказывать новый то это уже будет около 2850 евро если покупать именно этот образец именно вот именно этот образец с павильона забирать то будет цена 2 500 евро 2500 евро многие люди смотрят на этот образец пытаются его пристроить к себе на кухню и спрашивают так как поставить кряукли как поставить кейтлинг как поставить гарпу кис то есть ракону вытяжку и плиту газовую электрическую или электрическую то я объясняю что все это индивидуально все шкафчики разделяются то есть например если вам не нравится что посередине два шкафа с ящиками со старчу тогда их можно поменять местами все это меняется местами кряукли тоже раковину тоже можно вырезать в любом месте можно здесь вырезать можно здесь может здесь может здесь все зависит от того куда у вас подведены коммуникации и трубы для использования раковины вытяжку тоже можно поставить сюда можно поставить с этой стороны можно поменять все это индивидуально кому-то я например уже не раз покупали образцы с рынка кому-то например нужно было доделать шкаф с этой стороны или например с этой стороны до заказывается материал и ставится уже рядом шкаф следующий образец тоже без ручек и наверху и внизу здесь используется профиль гола для того чтобы можно было открывать двери и закрывать кухня красивая современная но все имеет свои минусы плюсы здесь тоже имеется п-образный профиль гола куда собирается пыль и грязь которую тоже периодически нужно и вытирать еще этот профиль занимает объема места в этом ящике то есть уже вот насколько на 2 сантиметра у вас вверх ящика забирается то есть если что-то высокое уже может не закрыться ящик как раз иногда какой-то сантиметра и не хватает здесь выставлены фасады это ндф вкрашенные можно сделать филенку но в литве на эти фасады небольшой спрос но имеется в основном это в больших городах вильнюс к у нас это bloom открывание такое двойное система не дешевая непростая но очень удобная и многие тоже ее заказывают дверь открывается просто по 3 петли bloom потому что фасады массивные на 600 ну вот длина этой кухне 3 метра цена цена 3 300 будет за вот если новую такую заказывать наверно сейчас может даже чуть подороже но плюс минус такая цена если покупать именно этот образец он будет стоить 2500 евро погонный метр получается 1100 евро погонный метр это считается метр раз два три низ середины и вверх погонный метр следующий образец это с двумя пеналами и цвет бамбук часто встречаются он популярен необычные ручки здесь используем золотого цвета под золото и фасады верхние фасады mdf фрезеровка вот с такими полосками сделана фрезеровка тоже это на заказ это как образец что можно сделать и так потому что в интерьере сейчас последнее время часто встречаются не знаю как назвать эти полоски с небольшим промежутком это ставится уже и на стены и на шкафы и на комоды и на кухне и поэтому я тоже решил этот образец сделать чтобы люди посмотрели пощупали потрогали и этот образец вызывает у людей внимание подходят люди интересуются смотрят здесь электромагнитная кнопка включения лет подсветки электромагнит на это то есть кнопка находится там шкафу и через стенку через лдсп можно просто касание включить вот она это электромагнитная кнопочка открывание здесь верхний шкафу без ручек чтобы было как и наверху на всех дверках степон петли блюм и наверху тоже здесь есть внутренний ящик для ложек для вилок который можно отдельно отстегнуть закрывается потом закрывается большой ящик основной но открываются они уже потом опять вместе потому что это часто использованная зона тоже у меня здесь лежат образцы и как пример для груза для веса как это все работает еще один интересный вариант сушки нижней сушки удобно если например кряукли находится здесь или по эту сторону сушки моем и сразу складываем вниз не все хотят например иметь вместо для сушки посуду не все хотят иметь наверху тоже есть образцы небольшие еще один вариант это ведра тоже удобно особенно удобно если если ну по-разному тоже хозяйки по-разному кому-то так нравится если кряукли здесь то есть почистил что-то повыкидывал там картошку морковь и она в принципе всегда открыто когда человек готовит она имеет длину 36 метра цена ее 3 900 этот образец если забирать отсюда то будет стоить я думаю где-то 3 500 высота нижняя до столешницы уже наверное последние три года все подряд хотят чем выше тем лучше то есть он до верхней точки столешницы 910 миллиметров девяносто один сантиметр здесь у нас идет стандарт 60 сантиметров 600 миллиметров миллиметров и вверх уже хотят до потолка если частный дом имеет высокий потолок то конечно нет смысла взял до потолка это будет уже некрасиво это будет как ну не знаю как какое-то существо с большой с большой головой поэтому должно быть все гармонично эстетично и дополнять друг друга ну и не помню я показывал момент вариант верхней сушки можно делать сушку без этих полок это тоже просто как образец как вариант эти полочки мне лично нравится что-то складывать можно полки делать почаще чтобы высота была поменьше все хотят все по-разному все это обговаривается бывает что я клиентам ставлю кухню например вот эту до поставил у них дома не говорят слушай ну блин хочется чтобы здесь была еще одна полка без проблем или наоборот слушай ну не хочется одной полки тоже без проблем все это я дорабатываю даже бывает люди звонят и через месяц говорят руслана можно нам тут что кое-что подкорректировать да конечно без проблем мне не жалко договоримся времени чтобы я был свободен и они были дома приезжаю и все делаю что хочет клиент как происходит процесс общения с клиентами как клиент сделает заказ мы с человеком договариваемся о встрече у него есть интерес чтобы мы сделали мебель я приезжаю с этим сундуком здесь большой выбор образцов егер есть он знаю выбор очень очень большой вот что варианты под дерево под камень это близкие варианты тут столешница еще вот цветов куча куча людей даже иногда просто не стоит ступор потому что не знает что выбрать можно нравится одно же не другое мы смеемся говорим что иногда лучше просто два цвета черный и белый легче убирать эту краски например да если фасада хотите тратить тоже вот выбор большой в принципе у всех мебельщиков литвы да я думаю вообще европы одни и те же образцы одни и те же поставщики материала и фурнитуры и самого лдсп и мдф все знают что в литве мебель стоит не маленьких денег западной европе мебель еще дороже стоит поэтому я вам предлагаю такой вариант мы с вами делаем размер проект вашей мебели например вот в данном варианте кухня была со шкафом прямая и я могу вам сделать ее да она будет уже вся вот с такой документации каждый отдельный шкафчик будет иметь свой документ где будет указано из чего она состоит и вы сами собираете как и киевскую мебель в ней будут все отверстия под полки под фурнитуру под петли абсолютно все абсолютно вам нужно будет только шуруповерт отвертку но и желание желание сэкономить деньги потратить на это на день-два для сбора этой мебели я знаю что много мужчин даже некоторые женщины в литве имеют способность имеют желание и не боятся такого вот можно сказать приятного для себя время провождения поэтому предлагаю этим воспользоваться я думаю вы на этом сэкономить как минимум на сборке на монтаже мебели это я думаю ну до 500 600 700 евро может доходить все зависит от того какая какого объема мебель вот есть образец внутреннее расположение шкафа тоже можете например тыкнуть пальцем мне нравится такой вариант такой вариант и вам останется выбрать материал который вы хотите и фурнитуру есть несколько вариантов подешевле подороже знаю что в странах европы как англия норвегия германия и другие там мебель еще дороже и кто например там находится имеет возможность предлагать такой вариант кому-то или сам хочет на этом заработать то без проблем обращайтесь все контакты у меня будут внизу под этим видео электронной почты телефон в телефоне есть мессенджеры ватсап вайбер поэтому буду рад любому вопросу отвечу пишите не стесняйтесь спасибо большое за внимание ребята всего хорошего пока